МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 8 июля, время 20.00, а значит, на ваших экранах телепроект Достояние Республики. Мы вас приветствуем. Добрый вечер! А мы это Александр Иваскевич и талантливый виртуоз игры на фортепиано Григорий Кушнеров. Вот уже вторую неделю радует и детей, и взрослых интеллектуальная развлекательная передача Достояние Республики, которая приурочена к юбилею нашего края. Правила у нас очень просты. Во-первых, в проекте участвуют абсолютно все районы и города нашей необъятной республики. Во-вторых, они играют двух туров, которые разделены на 7 уникальных раундов. За них команды получают от 1 до 7 баллов согласно номеру раунда. Самый высокий балл за седьмой раунд – это 7. Самая низкая оценка за первый раунд – это 1 балл. Возможно, вы уже подсчитали, что максимум за первый тур участники могут получить 28 баллов. Третьим – по итогам двух туров в финал попадают не все, а только две самые умные и везучие команды. Это лучшая команда первого тура и чемпион второго. И здесь, в студии Юргена, такой летний, они встретятся, чтобы побороться за главный приз нашего проекта. Ну что, готовы к интересному путешествию по Республике Коми? Тогда устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Сейчас у нас в разгаре первый тур. Играем с командой из города, про которой Нина Бальзак писала. Люблю столицы и мягкий ветер, Толпу веселых разных лиц. Но мне милее всех на свете, Милее мировых столиц, Моя ухта! Любимый город, в тебе так много теплоты. И вот с этой любовью, с теплотой сердца, да и просто с отличным настроением, мы смотрим ролик-презентацию о городе Ухта. Мы живем здесь, в самом сердце республики, на берегу таежной реки Ухта. И наша любовь отдана этому городу, его улицам и паркам, школам и заводам, его талантливым и трудолюбивым жителям. Это город нашей судьбы, где мы делали первые шаги, влюблялись, где похоронены наши предки, где растут и становятся взрослыми наши дети. Город, рожденный северной нефтью, известный россиянам еще со времен Ивана Грозного, стал инициатором появления на картах Европейского Севера целого ряда населенных пунктов и месторождений полезных ископаемых. Желчужина Севера. Так с гордостью горожане называют Ухту. За более чем 200-летнюю историю Ухта прошла путь от безымянных рабочих казарм первопроходцев до города со 120-тысячным населением, развитой инфраструктурой, проектными и научно-исследовательскими институтами, уникальными предприятиями нефтяной и газовой промышленности, машиностроения, геологии, крупнейшим на северо-западе России техническим университетом. Сохраняя все, что создано руками наших предшественников, работая, шагая в ногу современной цивилизации, мы уверенно смотрим в будущее. Добро пожаловать в наш город. Город, который удивит вас своим молодостью, жизнерадостностью и северной неповторимой природой. Мы верим, что широкое привлечение идей, капитала позволит стать красивее, богаче нашему городу, каждому из нас. Какой все-таки у вас красивый и мощный город ухтинцы. Я думаю, вся республика поняла это из ролика. А теперь знакомимся с нашими знатоками. Представляем. Ухта! Добрый вечер! Вы в прямом эфире! Добрый вечер! Добрый вечер, Сыктывкар! Добрый вечер, республика! Мы приветствуем вас, жемчужины! Севера города Ухты! Отлично! Ухтинцы, расскажите мне, какие ваши ожидания от телепроекта? Что хотите получить? Конечно, мы хотим выиграть и победить. Но для нас самое главное – участие. Проект на самом деле очень интересен. Мы смотрим наших коллег, которые до этого играли. За них болеем. Надеемся, что наши ухтинцы сегодня все у своих экранов болеют за нашу команду. Это точно. Знатоки, а вот Ухту часто называют жемчужиной севера. А есть какие-то еще необычные названия вашего города? Мы Ухту еще называем колыбель первой российской нефти или Ухта – родина первой российской нефти. Как положительно вы все-таки нам отвечаете. У вас хороший настрой, хорошая энергия. Я думаю, настало самое время познакомиться с участниками поближе. Мы долго думали над названием нашей команды, но решили, что название нашего города говорит само за себя. Команда «Ухты» и ее участники. Быкова Ольга Владимировна – директор городского дворца культуры, член общественного совета. Входит в топ-100 лучших директоров в области искусства и культуры. Является активной участницей клуба «Замужние и счастливы». Правда, пока сама не замужем. Сергей Васильевич Алиев – директор детско-юношеской спортивной школы номер один. Отец четырех сыновей. Обожает шить, вязать, рыбачить, проводить праздники. Может построить домик на даче. А если надо – подоить корову и даже козу. Словом, Сергей всемогущий. Елена Булдакова – историк-краевед. Родилась в «Ухте», окончила Сыктывкарский государственный университет по специальности «Историк-преподаватель». Член методического совета по охране памятников истории и культуры при управлении культуры МОГО «Ухта». С мая 2021 года председатель клуба «Краевед», работающего при Центральной библиотеке города. Серьезный участник. Здесь не пошутишь. Знакомьтесь, Анжела Рочева – заведующая музеем Ухтинского технического государственного университета. Обожает свою семью и работу. Местом силы считает лабораторию творчества и креатива. Если заметите креатив в работе нашей команды, вы знаете, чьих рук это дело. Чувьюрова Наталья Васильевна – сотрудник Центра комикультуры имени Шахова. Свободный от работы время, обожает прогулки с детьми и совместные походы. Увлекается вязанием варежек с северным орнаментом. А еще – выпечкой хлеба на закваске. Кто там хотел хлеба и зрелищ? Как видите, хлеб у нас уже есть. Осталось дело за малым. Встречайте! На ваших экранах команда «Ухты!» Куртинцы, приятно было смотреть. У вас в команде и деятели культуры, и историки. В общем, мастера на все руки. Ну что ж, наверное, всем не терпится проверить, насколько вы можете работать вместе. Поэтому мы начинаем наш следующий первый раунд. По традиции открываем наш конверт. Конечно, вы знаете, что все содержимое в нем – абсолютная тайна. И буквально сейчас мы узнаем, с самого первого раунда легкие ли вопросы достались команде из «Ухты». А может, там сложные. Давайте проверим. Мы начинаем. Внимание, первый вопрос. Зачитываю. Один из новейших праздников – живой воздух. Впервые проводился в 2017 году в Сыктывдинском районе. В каком селе? Итак, минута пошла. Время запускается. А сейчас, ухтинцы, расскажу вам несколько фактов, а также всей республики. Так, в конце 40-х годов прошлого века открыт был музей «Природа земли». В нем насчитывалось более 100 тысяч экспонатов. Вы только представляете. В молодом таком юном городе. И тут вдруг самая крупная в мире коллекция моллюсков, насекомых, различных растений, выставочных рыб. Уникальная коллекция для всего северо-запада – бабочек. Их завозили со всего света. И из Южной Африки, и из Америки, и из стран Европы. Один из самых первых экспонатов был низкий крокодил размером 2,5 метра. Чучело льва и пеликана 19 века. Да и много чего другого всего не расскажешь. Честно признаюсь, я раньше об этом не знал. Сейчас музею требуется помощь. Я надеюсь, наш проект поспособствует этому. А мы видим, что время вышло. Ухтинцы. Время вышло, я повторю вам вопрос. Один из новейших праздников «Живой воздух» впервые проводился в 2017 году в Сыктывдинском районе. В каком селе? Итак, ухта, ваш ответ. Да, наш ответ – это село Иб. Так, село Иб. Ну что ж, ухты, это правильный ответ. Молодцы, один балл вашу копилочку. Отлично. Конечно же, первый межрегиональный фестиваль Воздухоплавание «Живой воздух» состоялся в 2017 году в финно-угорском этнопарке в старинном селе Иб Сыктывдинского района. Его участниками стали 8 экипажей из Сыктывкара, Екатеринбурга, Москвы, Елабуги, Кунгура, Тамбова, Кирова, Переслава-Залесского. В программу входили полеты на воздушных шарах, показательные выступления авиомоделистов и световое шоу, гонки на радиоуправляемых моделях, спортивно-развлекательные игры и показательные выступления. И много чего еще другого. Мы поздравляем. Ух ты! Замечательно. Первый балл. Они молодцы. Дорогие знатоки, пока вы радуетесь тому, что вы ответили абсолютно правильно, скажите, пожалуйста, кто из известных личностей родом из Ухты или проживал длительное время в вашем городе? Андрей Державин. Абрамович. Еще. Сергей Капустин. Повторите, пожалуйста. Сергей Капустин. Ага, хорошо. Мне вот тоже стало интересно, и я поискал, кто из современников у нас Ухтинис. Вот помимо Андрея Державина, среди них известный фигурист Дмитрий Алиев, пловец и серебряный призер Олимпийских игр Александр Сухоруков, а также певица, которая представляла Россию на конкурсе Евровидения, Юлия Самойлова. Это лишь некоторые из тех, что мне сейчас удается назвать. Какой мы вывод из этого можем сделать? Что в нашей республике на протяжении многих столетий жили и живут сейчас люди великие, которые творцы, которые развивают наш край. Поэтому мы не могли пройти мимо раунда. Замечательные люди. Итак, Ухта, наш вопрос такой. Доктор экономических наук. Его изобретения запатентованы в США, Англии, Испании, Румынии и других странах. Внес огромный вклад в становление нефтегазового комплекса и в целом республики Коми. Известен большинству из нас как политик. Имел два хобби. Охота и рыбалка. Традиционно минуты на размышления. Время идет. Пока наши участники активно находятся в поиске ответа. Специально для вас, уважаемая республика, поздравительная открытка к столетию от Президиума общественного движения Коми Войтер в Ухте. Президиум Ухтинского представительства МОД Коми Войтер поздравляет всех жителей республики Коми с большой юбилейной датой – 100-летием республики Коми. С нами, бок о бок, живут и работают трудолюбивые, честные, открытые, с большим сердцем люди разных национальностей и вероисповеданий. И за каждым достижением республики стоит талант, энергия, целеустремленность наших соотечественников. Поздравляю всех, кто любит наш край, трудится на благо республики, делает все, чтобы она процветала. С юбилеем! Куй жене, табур, суд! Спасибо за такое яркое и душевное поздравление. А мы возвращаемся к нашей команде, которая уже ждет нас с ответом. Но для начала я повторю вам вопрос. Итак, слушаем внимательно. Доктор экономических наук, его изобретения запатентованы в США, Англии, Испании, Румынии и других странах. Внес огромный вклад в становление нефтегазового комплекса и в целом республики Коми. Известен большинству из нас как политик. Имел два хобби – охота и рыбалка. Ухта! У вас готов ответ. Слушаем вас внимательно. Ну, мы предполагаем, что это Виктор Алексеевич Спиридонов. Так, Виктор Алексеевич. Ой, Юрий Алексеевич, простите от волнения. Ну, ничего, я думаю, что в целом вы ответили правильно, потому что это действительно Спиридонов. А звали его Юрий. Молодцы, два балла. Вашу копилочку. Известно, что он возглавил республику в непростое время. Вышел в историю как первый глава республики Коми. Итак, ухтинцы и вся республика, наверное, вы уже догадались, что мы переходим к следующему раунду. Нотная грамота. Встречаем руководителя болгарской национально-культурной автономии Галину Костову. Она сейчас заходит к нам в студии. И мы как раз и начинаем замечательный раунд. Нотная грамота. Вот под мелодию гости проходят к нам сюда Галина. Здравствуйте, Галина. Поприветствуйте команду из Ухты. Ухта, команда, здравствуйте. Добрый вечер. Галина, вы не одни. Это неожиданно. Как зовут этих прелестных созданий, которые с вами? Я не одна, потому что сегодня день семьи. 8 июля, день семьи, любви и верности. Я пришла со своей семьей. Это мой сын Андрей и моя дочь Ирена. Ну и символ этого праздника – это ромашки. Поэтому мы к вам с букетом. Спасибо огромное вам. Благодарю. Это очень красиво. Спасибо за такой подарок. Вот что у нас происходит. Настоящая любовь в республике. Мы поздравляем всех с праздником. И, конечно же, просим вас озвучить для начала вопрос. Уважаемая команда, ответьте мне на такой вопрос. Назовите имя болгарского певца, культурного деятеля, который неоднократно приезжал со своими концертами в период советского времени в истории современной России, как в Сыктывкар, так и на Удару. Итак, Ухта, вы слышали вопрос? Да, да, да. Так, мы запускаем наш таймер. Время пошло. Галина, скажите мне, пожалуйста, что общего у болгар и коми народа? Ну, помимо 25-летнего периода совместной дружбы... Да. Помимо этого, у нас мы все любим петь, мы все любим праздники. А еще мало кто об этом знает, но, может быть, и знают. Есть одна буква в алфавите, которая звучит одинаково как в коми-языке, так и в болгарском языке. Это вот О с двумя точками. Точно так же, Э, звучит и в болгарском языке буква, которая выглядит как твердый знак. Это гласная буква, да, в болгарском языке, и она звучит точно так же, ее произношение точно такое же. Так, отлично. А еще, что у нас общего? У нас, конечно, города побратимые. Это Сыктывкар и Лович. С недавнего времени города побратимые – это Воркута и Варна. Как замечательно. То есть многое связывает на Болгарию и коми. А мы просим, Галина, повторить вас. Вопрос? Вопрос к команде из Ухты. Время, потому что уже вышло. Я могу сократить вопрос. Назовите, пожалуйста, имя болгарского певца и болгарского деятеля культуры, который приезжал со своими концертами в республику Коми. Итак, ухтинцы, ответ ждем от вас. Так, нам надо имя, да, назвать? Назвать имя. Итак, ответ прошли. У нас есть только предположение. Пожалуйста. Может быть, это бисер? Абсолютно верно. Это бисер, Киров. Замечательно. Значит, мы заносим Ухте в таблицу баллы, которые они получают за этот раунд, потому что прокомментировали, что они ответили абсолютно правильно. Галина, теперь продолжим нашу интересную беседу. Есть ли возможность в Сыктывкаре выучить болгарский язык? Да, болгарский язык изучают студенты в университете. Это раз. А простые люди? Если у вас есть желание выучить болгарский язык, поступайте на филологическое отделение в СГУ. А если просто хотите посещать курсы, то у нас при автономии есть курсы болгарского языка. А вот, Андрей, Ирина, вы знаете сами болгарский язык? Может, что-то можете сказать нашим телезрителям на болгарском? Я знаю, но мало. Ну, хотя бы что-то. Вот как будет? Смотрите проект «Достояние республики». Ой, нет. Сложно, да? Ну, хоть что-нибудь скажи нам. Добрый вечер. Можешь сказать? Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, так скромненько у нас. А вы сегодня такие нарядные, красивые. Что за костюмы? Это народные болгарские, да? Да, это народные костюмы. И мы можем потихонечку рассказать о них. Да, что является атрибутами этого костюма? В 2017 году администрация президента Болгарии нам подарили эти костюмы. Так, обязательным атрибутом костюма что будет? В данном случае это трехметровый пояс шерстяной. Но это не полный комплект. В этом комплекте одежды есть красивый красный жилет, но он жаркий, теплый. Из-за этого не жарко. Ну, я не одел его. И теплая черная шапка. Тоже не одел, потому что жарко. Я понимаю, у тебя отлично жарко, да? И у нас здесь жарко. Этот костюм, часть... Костюма, который? Который подарили нам в этом году болгары, которые учились в Усогорске. Итак, отлично. Галина, а что вы еще сегодня нам принесли? Может, тут есть какой-то еще у вас подарок? Да, ухта. Раз уж вы вспомнили имя Бисера Кирова, замечательного человека. Я, честно говоря, удивлена, очень приятно удивлена, что вы вспомнили имя этого человека. Я предлагаю послушать и увидеть запись, которая была сделана в Усогорске в 2009 году на концерте Бисера Кирова. Ну что ж, до вежданий, приятный вечер. До вежданий. Отлично, будем знать. Мы вас провожаем. Всего доброго. Спасибо, что приходили к нам. Зовите, мы еще придем. Обязательно. Всего доброго. До свидания. До свидания. Провожаем вас. А сейчас мы смотрим клип, который гости нам представили. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, как же все-таки поэтично нас поздравляют жители Ухты. Очень молодежно, интересно. А мы сейчас поговорим о блюдах, которые более тысячи лет не исчезают из национальной кухни народов Коми. Об этом наш следующий раунд. Итак, этот вопрос на 4 балла. Внимание, зачитываю. Хлеб никогда не резали на столе. Как правило, ковригу хлеба прижимали груди и движением ножа на себя разрезали его. Обратное движение ножа было недопустимо. Объясните это правило. То есть, почему так делали? Мы запускаем наш таймер. Время пошло. Так, посмотрите, как у нас размышляют ухтинцы. Никто из них не молчит. Вот они советуются. Все выдвигают версии. Молодцы. А мы скоро узнаем правильный ответ. Но для начала посмотрим поздравления от жителей Жемчужины Севера. Дорогие друзья, от лица ухтинского историко-кровеческого музея поздравляю вас с очень замечательной, знаменательной, памятной и невероятно значительной для нас датой это столетие нашей любимой республики, республики Коми. Конечно же, в первую очередь мы желаем вам очень большого здоровья в этом непростое время, здоровья вам, вашим близким. Также очень хочется пожелать, чтобы мы все вместе знали, помнили, изучали замечательную, интересную, во многом сложную, героическую, часто неоднозначную историю нашего края, нашего региона. С юбилеем республика! Я как ровесница республики Коми поздравляю жителей Коми-края со столетиями. Желаю здоровья, берегите близких и родных. Очень важное и интересное поздравление у нас получилось. А мы повторим для наших ухтинцев вопрос на 4 балла. Хлеб никогда не резали на столе. Как правило, к ковригу хлеба прижимали груди и движением ножа на себя разрезали его. Обратное движение ножа было недопустимо. Объясните это правило. Итак, ухта! Ваш ответ. Ага. Мы считаем, что когда человек хлеб разрезал к себе, он притягивал все хорошее, здоровье, счастье, все, что можно. Там же когда режешь, эти кусочки могут укрошечки упасть, а тут прижимает все к себе. Если от себя, то он как бы от себя, здоровье и семьи своей, и себя, и вообще просто благополучие, денежное всякое, разное. То есть как бы от себя будет убирать. То есть к это было, ну, нельзя так делать было. Мы считаем так. Хорошо. Ухта, я принял ваш ответ. И мне нечего к нему добавить, потому что абсолютно правильно. 4 балла ваши. Мы вносим в таблицу, и я прошу ее сейчас вывести, чтобы посмотреть, сколько же баллов набрала команда из Ухты. Итак, мы видим таблицу. Ухта на данный момент набрала. Подскажите, пожалуйста, сколько набрала Ухта? На данный момент у вас 10 баллов. Молодцы, классный результат. А еще набрать баллы и укрепить свои позиции поможет вам интересный раунд. В нем содержится вопрос из прошлого нашего края, поэтому этот раунд так и назвали фрагменты истории. Итак, вопрос на 5 баллов. На этом заводе Комик Рая была изготовлена первая крыша для Зимнего дворца, расположенного в Санкт-Петербурге. Какой это завод? Ну что ж, таймер просим запустить. Время пошло. Среди достопримечательностей Ухты нельзя не выделить памятник известному русскому поэту, просто великому Александру Сергеевичу Пушкину. Его архитектором стал выходец из известного рода Николай Бруни. Известно, что его предок изобразил Пушкина на второй день после смерти. А потомок создал скульптуру великого поэта из гипса и кирпича в год столетия со дня его гибели. В 1999 году копию памятника отлили из бронзы. Также не секрет, что Инта развивалась очень динамично. Например, в ней в одной из первых в республике в конце 30-х годов прошлого века стали проводить соревнования по большому теннису. Для этого построили специальные покрытия асфальтовые. Мы видим, что у Ухты осталось буквально 8 секундочек. Время у нас потихонечку подходит к концу. Ухта, наверное, уже готова дать ответ. Но для начала зачитаю вам вопрос. Фрагменты истории 5 баллов напомню. На этом заводе Комикрая была изготовлена первая крыша для Зимнего дворца, расположенного в Санкт-Петербурге. Какой это завод? Ваш ответ. Ой, ну вообще, вероятно, так скажем, при производстве крыши для Зимнего дворца мог быть использовано листовое железо с трех различных заводов, действовавших на территории Комикрая Кажемского, Нючпасского и Нувчимского. Но все-таки мы склоняемся к Кажемскому заводу. И долгое время, ну какое-то время, все эти заводы были объединены, именно выражаясь современным языком, вот этим брендом. Ну что ж, Ухта, я принимаю ваш ответ. И вы правильно склоняетесь к этой версии, потому что это 5 баллов за раунд фрагменты истории. Отличный результат, ухтинцы. А мы немножечко с вами поговорим. Известно, что душа любого народа, а в особенности народов, проживающих на территории республики Коми, это различные праздники. И в трудные времена для страны их тоже отмечали. Да еще как! Так, в разгар лихих 90-х годов в Ухте состоялся праздник Марья-Моль, который посвящен открытию Центра Комикультуры. Уважаемые ухтинцы, знали ли вы об этом? Да, конечно, мы работаем в Центре Комикультуры. Вот, отлично! Скажите, а когда у вас день города? 21 августа. 21 августа, то есть практически рядышком с юбилеем республики, да? И Ухта отметит сколько лет уже? 1929 года. 62 года. 92 года, то есть еще скоро будем отмечать 92-летие Ухты. Ну что ж, теперь вам для того, чтобы получить очередные 6 баллов, вам нужно продемонстрировать свои знания в раунде народные праздники. Итак, зачитаю вопрос. Какой арт-объект был изготовлен на первом фестивале кузнечного мастерства Керт Айка в селе Каркирос в 2014 году? Мы запускаем наш таймер. Ухтинцы приступают к обсуждению. А мы тем временем смотрим очередную поздравительную открытку от жителей Ухты. Дорогие мои жители республики Коми, от всей души поздравляем с таким прекрасным юбилеем, юбилеем столетия. Столетия доброго здоровья, любви. Это прекрасная земля, земля Коми. Это наша вторая родина. Родина моих внуков и моих детей. Мир, любовь, добра и любовь среди Коми народов и грузинов всегда была, есть и будет. Еще раз поздравляю столетиям и дай бог, чтобы еще лет сто в добром здоровье отмечали мы такой прекрасный юбилей. Коми республикас, гаумар джоус! Гаумар джоус! Гаумар джоус! Сколько верных слов у нас все-таки прозвучало, как это было по-восточному ярко и мудро. А мы перейдем к нашему раунду «Народные праздники» на 6 баллов. Повторю вопрос. Какой арт-объект был изготовлен на первом фестивале кузнечного мастерства Керт Айка в селе Каркирос в 2014 году? Дорогие ухтинцы, ваш вариант? Да, мы считаем, что это фигура самого Керт Айки. Так, а как точное название? Можете назвать? Железный свекр? Железный человек? Фигура сама. То есть арт-объект назывался Керт Айка? Я правильно понял? Железный человек. Что ж, не совсем точно. Нам нужна точная формулировка. Я принимаю ваш ответ и, к сожалению, не могу его засчитать, потому что точное название – Трон Керт Айки. То есть не до конца вы дошли, а у нас только точные формулировки принимаются. Поэтому мы этот ответ не засчитываем. Так, сейчас мы просим вывести нашу таблицу. На данный момент ухтинцы набирают 15 баллов. Это неплохой результат. Вы можете еще его улучшить в следующем нашем раунде. Итак, если сейчас нас смотрит из ухты кто-то, то поддерживайте своих дорогих земляков в нашей группе ВКонтакте, где вы всегда можете оставить свой комментарий, а также после эфира просмотреть всю игру, если вы этого не сделали. Итак, заключительный седьмой раунд и 7 баллов за правильный ответ. Итак, мы начинаем наш необычный раунд. Здесь с вами играет уже не ведущий, а наш специальный гость. Именно он и задает вопрос. Сейчас в студию мы приглашаем профессора, доктора исторических наук Анну Капитоновну Гагиеву, которая и задаст вопрос нашим знатокам. Анна Капитоновна, пожалуйста, проходите, занимайтесь. Снимайте место ваше. Здравствуйте, дорогие ухтинцы. Бурыт, добрый вечер. Ну что, начнем наш раунд. Давайте начнем. Начнем наш вопрос. Пожалуйста, задайте вопрос. Итак, в первой половине 19 века городу Сысольск Вологодской губернии жил очень активной культурной жизнью. Здесь были любительские театры, здесь были хоры, здесь шли исследования историю культуры народа Коми. Мой вопрос, что в этот период было открыто учреждение, именно в этот период в Уссольске, которое сыграло определяющую роль для просвещения Коми народа, республики Коми. И это учреждение было организовано и открыто благодаря усилиям местного общества, купцов, местной интеллигенции. Что это за учреждение? Итак, ухта, вопрос услышан. Так, мы запускаем таймер. Время пошло. Анна Капитоновна, мы пока с вами побеседуем. Вот такая честь для нас, что у нас в студии доктор исторических наук. Расскажите нам какой-то необычный факт о нашей республике. Наша республика вообще уникальна сама по себе. И то, что нам сто лет, это уже необычный факт. То, что мы развиваемся, растем, учим, смотрим вперед, ценим наши традиции. Разве это не уникальный факт? Так, уникальный. А то, что этот проект «Достояние республики» идет на Коми-горе, на нашем канале, это вообще здорово. Спасибо большое учредителям, спасибо большое всем. И каналу Юрган. И каналу Юрган, естественно. Да, да, да. Это вообще здорово. Потому что это уникальная республика. Это земля, которую можно любить, нужно любить, беречь, работать для нее, остаться здесь и быть гражданином этой земли. Замечательные слова нашей студии, Анна Капитоновна. Время у нас вышло. Пожалуйста, повторите ваш вопрос. Итак, в первой половине 19 века в городе Уссесольске было открыто учреждение, ну я оставляю за скобками там, да, все остальные то, что я говорила, которое сыграло определяющую роль в просвещении Коми-народа, Уссесольска и Коми-края. Что это за учреждение? Итак, ухтинцы, ваш ответ. Мы предполагаем, что это профучилище. Так, профучилище. Профессиональное училище. Хорошо, Анна Капитоновна, мы согласны с этим. Ваш ответ неверен, к сожалению. Такое бывает. Ухта, к сожалению, здесь не получает 7 баллов. Ну я поясню, я думаю, да? Поясните, конечно, да. В 1837 году в городе Уссесольске была открыта публичная библиотека, которая стала очагом знаний. Сюда могли записываться и приходить не только горожане, но и крестьяне из республики Коми. Здесь была прекрасная библиотека, которая собирала классику литературы нашей российской. Из Москвы и Санкт-Петербурга поступали последние документы, которые могли изучаться. Кстати, я хочу заметить, что это была первая в России уездная библиотека. Она открылась раньше, чем библиотека, известная вам и нам с вами, Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Это здорово. Именно в уездном центре в городе Уссесольске-Сыктывкаре. Но о том, что она и сейчас готовится к открытию, и что она является очагом культуры и просвещения, я думаю, здесь не стоит вообще об этом говорить. Анна Капитоновна, у вас столько знаний. Мы вас благодарим. Очень интересно было. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Я хочу поздравить еще с юбилеем республику Коми со столетием. Это здорово, что все-таки у нас есть наша республика, у нас есть наши люди. Еще раз. Все мои студенты, выпускники, дорогие ухтинцы, с праздником вас. Вы просто молодцы. До свидания. Спасибо огромное. С праздником республика, с наступающим столетием. Дорогие телезрители, на этом наш проект, посвященный столетию республики Коми, подходит к концу. Напомню, главная цель объединить такие самобытные, такие креативные, творческие районы и города нашей республики. Сейчас мы выведем таблицу. Сегодня с нами играла команда из Ухты, и она набрала на данный момент 15 баллов. Да, 15 баллов. Ну что ж, Ухта, это неплохой результат. Во втором туре вы, наверное, еще покажете свои знания. А сейчас я вам даю уникальную возможность передать приветы вашим землякам и всей республике, поделиться какими-то впечатлениями, буквально пару слов от вас. Ухта, мы вас слушаем. Как вам игра? Вы знаете, мы просто сейчас очень сильно заволновались, немножечко мы подрастроились, потому что, в общем-то, могли ответить на этот вопрос. Но ничего, да, самое главное – участие. Вы показали, что у вас есть задатки, и во втором туре вы обязательно еще покажете свой ум и знания, да? Мы благодарим вас за этот вечер. Успехов вам, дорогая Ухта. До новых встреч. До свидания. Думаете, что все хорошее когда-нибудь заканчивается? Но только не в нашем случае, поскольку завтра в проекте «Достояние республики» играет сборная... Сысельского района. Как всегда, 20.00 на телеканале Юрган. А завершаем мы нашу встречу активно. Всем удачи, успехов! Субтитры создавал DimaTorzok